Компания Фил Продакшн и Ютуб канал Бимко Авто представляют И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на истреблении человечества, и длилась она десятилетия Но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня, прямо сейчас Привет! Сегодня я проведу обзор гоночных игр, выпущенных для компьютера ZX Spectrum Прошу сильно не закидывать тапками, так как игры выложены не по годам Надеюсь, вам будет приятно поностальгировать по тем временам вместе со мной Итак, погнали! Ticket Flag – гоночная видеоигра, разработанная Стивом Келлетт для Psyne Software И опубликованная Sinclair Research в 1983 году Это была первая гоночная игра, выпущенная для ZX Spectrum И один из первых компьютерных симуляторов автомобилей Turbo Driver – гоночная игра, которую подарил миру неизвестный автор была изданной компанией BOS Software в 1983 году в Великобритании Road Tracer – переводится как дорожный гонщик была выпущена в мае 1987 года Spoo Hunter – видеоигра в жанре аркадного вертикального скролл-шутера, выпущенная в 1983 году Игра также была импортирована на ряд игровых консолей и домашних компьютеров Scalic Streak – это гоночный симулятор для ZX Spectrum, портированный на домашний компьютер с аркадных игровых автоматов Симулятор не простых гонок, а самых настоящих заездов Формулы 1 Night My Rally – гоночная видеоигра 1986 года Переводится как кошмарная ралли Игра выпущена для ZX Spectrum А я ведь когда-то рубился в эту игру и получал незабываемое удовольствие Fast and Furious – гоночная видеоигра 1987 года Super Hangong – игра для аркадных автоматов и компьютеров в жанре мотосимулятор, выпущенная компанией Sega в 1987 году Век Леманс – это игра на Spectrum Удачная попытка воссоздать реальные легендарные гонки 24 часа Лемона на домашнем компьютере Вот ешкин кот, сам-то хоть понял, что сказал? Buggy Boy – игра для аркадных автоматов и домашних компьютеров в жанре гоночной аркады, разработанной компанией Tatsumi в 1985 году В игре можно проехать по одной из пяти трасс за максимально короткое время У каждой трассы есть пять ответвлений, заполненных препятствиями Chase HQ – видеоигра в жанре гоночный симулятор Разработанный Taito для игрового автомата в 1988 году И позднее портированный на ряд платформ Super Cars – это гоночная игра с видом сверху от компании Gremlin Interactive Которая позже выпустила серию игр Lotus Стилистически на игру повлиял Super Sprint На каждом из четырех уровней сложности есть бесконечные трассы, по которым можно проехать в любом порядке Super Stalk Cars – гонка с видом сверху и с таким дискретным управлением, что диву даешься Ваша машина умеет ездить лишь в восьми направлениях Никаких плавных поворотов типа Grand Prix Simulator здесь нет и в помине Chevy Chase – гоночная видеоигра, выпущенная в 1991 году для ZX Spectrum Давай, 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 обходи его, обходи его, давай, давай, газу, газу, финиш уже не за горами Miami Chase – игра 1991 года Подробного описания к этой игре я не нашел Минус один Super Monaco Grand Prix Simulator гонок Formula 1, выпущенный компанией SEGA в 1989 году Я должен победить, я должен прийти первым Да, да, финиш Чейз HQ – General Sound Card Edition Игра выпущена в 1998 году Прискок Вот это занос, вот это занос Прижмитесь правее и сверните на развязку Остановитесь и прижмитесь к обочине Буду стрелять На поражение Numb Cars Игра 2001 года выпуска На тебе Ушел с дороги, пацан Отвали двухколесный Street Mania, которая имеет также название Calle Mania Игра выпущенная в 2008 году Если по щекам скатилась скупая мужская слеза Не стесняйся, это нормально Подписывайся, до новых встреч